Светлана Иванова Светлана Иванова Как-то вот я не ожидала, что все будет настолько легко, логично, потому что, видимо, я уже выдохнула, расслабилась, потому что вот действительно был несрочным, было время для подробной, популярной, настоящей такой глубокой работы. А неожиданно сложно оказалось репетировать. Каждый день что-то новое доискать. Каждый день одну и ту же сцену. В кино же нет этого, как мы все понимаем. Каждый день одну и ту же сцену никто не переснимает. Поэтому для меня вот в этом был какой-то совершенно новый воздух, что можно от повторения получать какое-то сумасшедшее удовольствие. И что этот текст не надоедает ни на второй, ни на третий, ни на десятый раз. И до сих пор я этим наслаждаюсь. Но и в этом и сложность, потому что каждый раз надо найти какую-то новую искру, как-то от чего-то заново загореться, какую-то новую мотивацию. Вот так. Был такой дирижер, Кирилл Петрович Кондрашин. Прославленный дирижер, очень знаменитый. Вот он своему коллеге, начинающему тогда, в 70-е годы, молодому дирижеру сказал, от предложений большого театра не отказываются. Вот я подразумеваю, что от предложений театра «Современник», наверное, тоже не отказываются. Но у вас математический склад ума. Вы учились в соответствующей гимназии. Да-да. Да-да. Конечно же, вы просчитывали эту ситуацию. Вот были ли сомнения? Нет, ни одного. Потому что ситуация на самом деле была, ну правда, это можно про это кино снимать, про то, как мечты сбываются. Потому что мне позвонили от Галины Борисовны в день моего рождения со словами, с вами хочет встретиться волчек. Я была уверена, что меня кто-то разыгрывает, правда. Когда я поняла, что это не шутка, не розыгрыш, а все серьезно, ну вот я не сомневалась ни на секунду. Я уже потом сомневалась в себе, сдюжу ли я, куда я вообще, как это. Я Галине Борисовне сразу сказала, что Галина Борисовна, я, вы подумайте, я не умею ничего. Она вас расспрашивала вообще первые слова, Галина Борисовна. Вот вы заходите в кабинет, или там, может быть, это была менее формальная обстановка. В кабинет я зашла вот именно с этим текстом. Галина Борисовна, я ничего не умею. Help. Потому что, естественно, я понимала, зачем я иду в театр, о чем мы будем разговаривать. Меня предупредили. И Галина Борисовна сказала прекрасную фразу, которая вселила в меня уверенность. Она сказала, это замечательно. Это такая большая редкость. И я поняла, что мы подружимся. И, наверное, что-то получится. А Галина Борисовна вас увидела в фильме «Дом солнца». И что-то такое солнечное она почувствовала, исходящее от вашего персонажа, что вот хватило довольно много времени, чтобы она все это как-то переварила, и все-таки разговор и эта встреча состоялась. А вот что, как вы думаете, зацепило в этом персонаже? Потому что мне тоже фильм очень понравился. Спасибо большое. Я очень люблю это кино. Оно какое-то очень настоящее. Оно такое, как-то и не кино. Для меня это вообще отрезок жизни отдельный. И сам фильм, и весь съемочный период, потому что все это было долго, непросто, очень интересно. Но там действительно все такие живые. И я, наверное, в том числе. Я поэтому себя как-то там не воспринимаю, как Светлану Иванову в роли в какой-то. Ну, это я. Просто вот я тогда так жила. Вот может быть это. Хотя я не понимаю, как же можно было там как-то мою какую-то приспособленность к театру разглядеть. Это Галина Борисовна надо пытать. Ну, вообще, такие опытные актеры, зазерняясь, так, входя в материал, погружаясь в роль, они перелопачивают груды литературы, они смотрят какие-то фильмы. Вот книжка, например, Андрея Макаревича, которая называется «Сам овца». Это моя любимая книга. Да, вот, видите, как я... Такая книга воспоминаний как раз о том времени. И там есть ведь персонаж такой солнца. Вот эта книга, вам ее кто-то посоветовал, например, читать или вот попалась? Мне ее посоветовал почитать Ваня Макаревич. Который снимался в этом фильме, играл батюшку. Да, в этом кино играл своего папу. Очень замечательно это сделал, потому что сходство просто какое-то, это реинкарнация. Просто невозможно поверить. Зрители аплодировали каждый раз в кинотеатрах, когда сцена эта шла. И Ваня мне посоветовал эту книжку. Сказал, что книжка супер, почитай. Я почитала. Я ее читала с тех пор, мне кажется, раз 15. Я ее обожаю. Я могу ее просто открыть с любого момента, читать. И там действительно был персонаж, которого звали Юра Солнце. Правда, он абсолютно ничего общего не имел с тем романтическим героем, который был в кино у Гаррика. Даже не блондин. Не то, что не блондин. Не высокий, не стройный, а такой вполне себе авторитет. Тогда, наверное, вы помните фразу, которую приводит в этой книге Андрей Вадимович. Ее произнес Борис Гребенщиков. Это характеристика пошлости. Что пошлость – это боязнь отказаться от привычного и надоевшего самому тебе видения мира. Вот в вашей жизни сейчас такое ощущение складывается, как будто это как раз плакат борьба против пошлости. Все время меняется и постоянный отказ от чего-то привычного. Спасибо вам, что вы это заметили, потому что это совпадает с моим ощущением от себя и от своей жизни. И я очень рада, что у меня есть возможность этой борьбы и у меня есть возможность этих перемен. Потому что иногда перемен хочется, а некуда. А у меня есть куда. Тогда я так спрашиваю, Светлана. Сейчас есть высокий уровень. Все-таки театр «Современник» – это действительно славные и мощнейшие традиции очень высокой культуры. А кинематограф и телевидение порой предлагают такой материал, который даже с очень мягким подходом, интеллигентным не назовешь. Будете отказываться? Потому что есть период, когда актрисы не отказываются от материала. Я буду отказываться, и я делаю это. Иначе меня бы не хватило на все. Мастер вашего курса в Афгике Игорь Николаевич Юсулович, очень уважаемый актер, человек, который своей профессией и владением своей профессии, я думаю, не раз демонстрировал вам, как должен себя чувствовать актер и что это вообще за звание с большой буквы. А когда вы уже сыграли премьеру, он приходил в театр «Современник»? Он видел вашу Патрицию Хольман? Я до сих пор боюсь звать Игоря Николаевича, потому что это самое ответственное, что может быть, играть перед мастером. Я обязательно соберусь с духом, но я не знаю, как это должно случиться, потому что я все равно не почувствую себя до конца уверенной, наверное, еще очень и очень долго. Вы знаете, есть такой термин – роль на сопротивление материала. Вот вы пришли в Афгик. С чем боролся мастер курса в вашем характере, в пластике? Были какие-то серьезные препятствия у вас и у него? Да, были. Меня ломали, меня ломали, потому что органика моя на момент поступления соответствовала амплуа, хотя сейчас нет вроде как вот этого разделения на амплуа, провести. И совершенно никому сейчас уже это не нужно и неинтересно. И в первую очередь это мне было бы неинтересно до пенсии Зайцев играть Белок и Бекки Тэтчер из Томасовера. Поэтому меня от этого уводили всячески, меня заставляли ходить на каблуках, я не умела этого делать совершенно, меня заставили отращивать волосы. Ну, то есть я прям внешне начала трансформироваться уже на первом курсе. И боролись с моей правильностью, потому что я, придя из физико-математической гимназии, была девочка с блокнотом такая. На мастерстве я сидела и все записывала. На премьере действительно «Трех товарищей» большей частью был состав того современника, который в 99-м году отыграл премьеру. Да, да. И люди театра, которые были на премьере тогда, 12 лет назад, 12-11, говорили, что каким-то удивительным образом в день моей премьеры у всех был такой какой-то другой совершенно, не то что градус, а другой нерв. У всех была премьера, у всех было какое-то премьерное настроение. И мне было это очень отрадно, потому что у меня было ощущение, что вот весь спектакль со мной переживает этот момент. Я это очень чувствовала, и мне это и помогало как-то, и подстегивало. Театр – это такой космос, где понятие психологическая совместимость тоже очень и очень важно. Два состава, в одном играет Чулпан Хаматова, в другом – Светлана Иванова. Что подсмотрели, и насколько это было органично для вас? Подсмотрела очень много что, и не скрываю этого, и не стесняюсь этого, потому что спектакль действительно жил 12 лет, и какие-то есть наработанные вещи, которые просто выросли. Вот они выросли, и я не могу сейчас. Вот пришла Света Иванова и порубила все это. И они настолько органично там выросли, что мне это все органично, удобно, но при этом я не повторяю рисунок. При этом все равно это другая пад, просто потому что это другая девочка, это очевидно. Я по-другому говорю, я по-другому двигаюсь, у меня совершенно другие реакции. Но есть какие-то просто ступенечки, через которые я просто стараюсь не перепрыгивать. И Чулпан меня в этом поддержала, потому что она и советовала что-то, и сейчас советует. А вот из тех театральных работ, которые были, ну допустим, во ВГИКе, что сейчас вспоминается? «Пять вечеров» вспоминается? «Пять вечеров» вспоминается, потому что это был такой абсолютно эксперимент. Я Славика играла в «Пяти вечерах» в институции. Но в кино, большей частью, вы героиня. Сейчас вы чувствуете дефицит в образе красивой, умной, образованной, самодостаточной и хрупкой героини? Вы знаете, я чувствую, что все лучшие роли, они у меня где-то вот немножечко за поворотом. Потому что мне кажется, что все самые прекрасные женские роли начинаются, скажем, от 30 лет. Если это не Джульетта и не Офелия, то это все в основном девушки чуть старше. Как долго вам ждать еще? Но я совершенно поэтому не боюсь в профессии взрослеть, потому что у меня с каждым годом все интереснее и интереснее что-то. Уже проходит вот этот период предложений таких плакальщиц из Красноярска. Это у меня долго... Это вы так и термин придумали, да? Да, в кино и на телевидении девочка с нелегкой судьбой, обязательно откуда-нибудь из глубинки. Кто-то умер у нее непременно, или кто-то бросил ее, и вот она плачет. Я настолько выплакала, что ух. А что вы мне скажете? Ведь у вас в багаже приличное количество фильмов. Но даже при большом желании у зрителя не получится увидеть большую часть. Я уже не говорю про все. Потому что сейчас нет политической положить на полку, но существует экономическое положить на полку. И фильмы, в которых вы выкладывались, в которых вы влюблялись по-настоящему, и фильмы, которые для вас родные, мы не видим. Вот насколько эта ситуация для вас обидна? Очень обидно. Очень обидно именно не потому, что какая-то слава меня не нашла, а потому что кино делается для зрителя, и зритель не увидел. И ты потом читаешь где-нибудь в каком-нибудь злобном интернете, что человек Иванова всегда одинаковая. Ты думаешь, как одинаковая? Боже мой, у меня же вот то, то. А потом ловишь себя на мысль, что вот как раз то и то никто не видел. И не увидит, скорее всего. И очень, конечно, жалко. А сколько у вас фильмов? Мы про сериалы даже не говорим. Я не знаю. Фильмов, если говорить о полнометражных картинах, ну, я думаю, что 20. Я не только главные роли имею в виду, потому что главность роли не от размера ее зависит. И я с удовольствием снимаюсь в каких-то небольших ярких штучках. Я даже не знаю, чем вас успокоить. Но, пожалуй, вот недавно в Москву приезжал Фрэнсис Форд Коппола. У него в его последнем фильме «Между» снималась Эль Фанинг. Ей еще нет 14 лет. У него 30 фильмов. Боже, я начинающая артистка. Спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня в главной роли Светлана Иванова одна из ведущих актрис, как я сказал, в начале отечественного кино. И с недавних пор актриса московского прославленного театра «Современник». Спасибо вам большое. Обязательно увидимся. Субтитры подогнал «Симон»